Зимние забавы под таким названием в парке Степаново проходят мастер-классы для дошколят. В субботу здесь состоится один из этапов круглогодичной спартакиады для малышей. А потому забавы, конечно, забавами, но это единственная возможность попробовать себя на всех этапах, чтобы потом показать отличный результат. Вы проходите всей командой на одну большую лыжу. На ней шесть петелек. Вставляете любую ногу удобную и начинаете движение. Зимняя полоса препятствий также включает в себя метание валенка, езду на ватрушке, упрощенный вариант хоккея и катание гигантского снежного кома, который заменяет обычная бочка. Самое главное на любом этапе продемонстрировать сплоченность команды. Для меня была самая сложная бочка. Мы катали детей на ватрушках, на клюшке, клюшками мячики поддевали. А почему бочка самая сложная? Как правильно выполнять эту бочку? Просто надо не падать. Тяжело вообще очень не падать. Мне самое сложное понравилось, это когда мы катили бочку. А мне, когда мы встали на лыжи и пошли. А почему лыжи сложные? Потому что там надо всей командой, а это трудно. 80 детских садов города Иваново заявили о своем желании принять участие в этом этапе спартакиады. Каждую команду представят 6 человек. Три мальчика и три девочки. На этом этапе новых дисциплин мы не сделали, но мы ввели в спартакиаду малышок принципиально новую дисциплину. Если в прошлом году у нас был три отлоша, то в этом году мы делаем этап «Юный лыжник», где ребята будут проходить уже серьезные лыжные дистанции. Вот такие маленькие ребята будут идти на лыжах. Мы их готовим не только к жизни, но и к выполнению норм ГТО. На лыжи дошколята встанут в феврале, а пока в субботу в парк Степаново могут прийти все желающие, чтобы поддержать юных чемпионов. Елена Белова, Михаил Кенгуров, Артова Иванова.